В 1959 году в Советском Союзе начался один из самых удивительных экспериментов в истории науки. Эксперимент, который поставил под сомнение устоявшееся представление о природе одомашнивания животных. Эксперимент, который показал, как за считанные десятилетия дикие существа могут превратиться в преданных спутников человека. Дмитрий Беляев, советский ученый-генетик, поставил перед собой задачу, казавшуюся невозможной. Он хотел понять, можно ли повторить процесс одомашнивания волков, который занял тысячи лет, всего за несколько десятилетий. Его объектом стали серебристые лисы умные, осторожные, но дикие хищники. Никто не мог представить, что вскоре эти животные начнут вилять хвостами при виде людей, искать их ласки и даже издавать звуки, напоминающие собачий лай. Но этот эксперимент не был просто научной прихотью. В те времена изучение генетики в СССР считалось опасным. Власть отвергала эту науку, называя ее буржуазной псевдотеорией. Многие ученые, работавшие с генетическим материалом, уже были арестованы, отправлены в лагеря или даже расстреляны. Беляев знал, что его работа может стоить ему свободы, а возможно и жизни. Поэтому он пошел на хитрость. Официальный эксперимент проводился под предлогом «Улучшение качества меха у лис, разводимых на пушных фермах». Однако истинной целью Беляева было не улучшение шкурок, а разгадка самой природы одомашнивания. Он хотел выяснить, какие изменения происходят в организме животных, если из поколения в поколение отбирать только самых дружелюбных и неагрессивных особей. В начале эксперимента Беляев и его команда отобрали 1030 серебристых лис. Каждый день они подходили к клеткам и предлагали лисам еду. Большинство животных реагировали агрессивно, рычали, оскаливали зубы или прятались в угол. Но среди них были и такие, которые проявляли немного меньше страха. Именно этих особей Беляев выбрал для дальнейшего размножения. Он не обращал внимания на цвет шерсти, форму тела или другие физические характеристики. Единственное, что его интересовало это поведение. Лисы, которые не боялись человека, получали шанс передать свои гены следующему поколению. Первые годы эксперимента не давали явных результатов. Лисы оставались дикими, пугливыми и настороженными. Но всего через четыре поколения произошло нечто удивительное. Через четыре года после начала эксперимента лисы начали меняться не только в поведении, но и внешне. Их уши становились мягче и больше напоминали уши щенков. Хвосты начали закручиваться, как у домашних собак. Но самое удивительное, у некоторых лисиц начали появляться белые пятна на шерсти, что никогда не встречалось у диких серебристых лис. Эти изменения шокировали ученых. Ведь Беляев не отбирал животных по внешнему виду, он выбирал только самых дружелюбных. Однако казалось, что вместе с поведением менялась и сама биология животных. К шестому поколению лисы начали искать контакты с человеком. Они виляли хвостами, скулили, когда их оставляли один них и даже пытались облизывать руки людей, словно щенки. Некоторые лисы начали издавать звуки, похожие на лай, хотя дикие лисы никогда не лают. Но самое поразительное заключалось в другом. У лис изменился репродуктивный цикл. В дикой природе эти животные размножаются только раз в год, строго в определенный сезон. Однако среди экспериментальных лис появились особи, которые могли размножаться дважды в год, как собаки. Их организмы словно перенастроились на новую жизнь рядом с человеком. Беляев понял, что открыл нечто невероятное. Он доказал, что процесс одомашнивания это не просто приручение. Это целая цепочка биологических изменений, которые могут происходить гораздо быстрее, чем считалось раньше. Но впереди ученого ждали новые испытания. Эксперимент набирал обороты, результаты становились все более впечатляющими, но советская власть не спешила поддерживать исследования. Напротив, вскоре Беляеву пришлось бороться за само существование своего проекта, несмотря на невероятные успехи эксперимента, Дмитрий Беляев понимал, что его работа находится под постоянной угрозой. В Советском Союзе генетика оставалась под запретом и в любой момент власти могли закрыть лабораторию, а самого ученого отправить в ссылку или даже расстрелять. Но Беляев не собирался сдаваться. Он продолжал свою работу, надеясь, что когда-нибудь его труды будут признаны. В начале 1970-х годов власти начали проявлять интерес к эксперименту, однако этот интерес был скорее подозрительным, чем научным. Беляеву стали приезжать проверяющие, задавая все более навязчивые вопросы, зачем ему изучать приручения, почему его лисы начинают вести себя как собаки, кому это вообще нужно. Некоторые чиновники начали намекать, что его работа – напрасная трата государственных ресурсов. В глазах бюрократов эксперимент с лисами выглядел бессмысленной затеей, не приносящей никакой пользы стране. Но больше всего Беляева тревожило то, что власти могли увидеть в его исследованиях угрозу. Ведь если можно так быстро одомашнить дикого зверя, значит, возможно, можно изменить и человека. А такие идеи были слишком опасны в Советском Союзе. Тем временем эксперимент продолжал приносить новые удивительные результаты. Уже к десятому поколению поведений лис стало практически неотличимым от собак. Они не просто не боялись людей, они стремились к общению, искали ласки, радовались встречам с хозяевами. Но самое удивительное ученые обнаружили, когда начали изучать мозг одомашненных лис. Оказалось, что у них изменился уровень гормонов стресса. Если дикие лисы при виде человека мгновенно испытывали страх, то одомашненные вели себя спокойно и даже радостно. И это было не просто психологическим эффектом. Их организмы действительно менялись. Уровень кортизола, гормона стресса у домашних лис, был почти в два раза ниже, чем у диких. А вот уровень серотонина, отвечающего за ощущение счастья, напротив, вырос. Это означало, что приручение животных это не просто вопрос дрессировки. Это фундаментальная биологическая перестройка, затрагивающая даже работу мозга. Беляев и его команда поняли, что находятся на пороге величайшего открытия. Их эксперимент доказал, что эволюцию можно ускорить, что тысячелетний процесс одомашнивания можно сжать до нескольких десятков лет. Но именно в этот момент судьба эксперимента оказалась под угрозой. В конце 70-х годов начались репрессии против ученых-генетиков. Многие коллеги Беляева были уволены, а некоторых даже арестовали. Финансирование лаборатории лис было сокращено, и эксперимент оказался на грани закрытия. Беляев знал, что если власти решат уничтожить его проект, он ничего не сможет сделать. Его лисы, которых он воспитывал почти как детей, могли в один момент оказаться ненужными и обреченными. Но именно в этот момент случилось нечто неожиданное. На защиту экспериментов стали молодые ученые, работавшие под началом Беляева. Они начали искать обходные пути для финансирования, привлекать внимание зарубежных исследователей. И когда в 1985 году власть в стране начала меняться, проект удалось сохранить. К сожалению, сам Дмитрий Беляев не дожил до того момента, когда его работа получила мировое признание. Он умер в 1985 году, так и не узнав, что его эксперимент войдет в историю науки. Но его дело продолжили ученики, и уже в 1990-х годах российские лесы стали известны по всему миру. Сегодня этот эксперимент считается одним из самых важных исследований в области генетики поведения. Лисы Беляева продолжают жить в питомнике в Новосибирске, и они до сих пор удивляют ученых своим поведением. Они не просто приручены, они ведут себя так же, как собаки. Они лежат руки людям, прыгают на них, радуются встречам и даже могут обучаться простым командам. Но, пожалуй, самое важное, что доказал этот эксперимент, это то, что природа не так неизменно, как нам кажется. Что эволюция – это не что-то далекое, растянутое на миллионы лет. Она может происходить прямо на наших глазах. И главное, что дружба между человеком и животным может родиться не только через страх или силу, но и через доброту, терпение и понимание. История Лисы Беляева – это не просто научный эксперимент, это доказательство того, что изменения возможны, что доверие и доброта могут изменить даже природу хищника. И кто знает, возможно, в будущем этот эксперимент поможет нам не только лучше понять животных, но и осознать, как меняемся мы сами. Если вам понравилась эта история, и вы хотите услышать больше таких захватывающих и удивительных рассказов, поставьте лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видео с друзьями. Впереди еще много невероятных историй.